приветствую всех на канале строй сам и сегодняшнее видео будет про фронтоны это самый-самый большой бич вообще в брусовых домах те кто снимает опровержение это всегда шатаются стены а если уж вот такая штука есть особенно вот такая длинная как у нас то она точно ходит ходуном все там говорят мы поставим стропил зашьем прибьем я вам покажу как сразу делать грамотно надежно и чтобы ничего не считалось и так что мы видим ответит 33 фронтона у вас да обязательно должно быть их три потому что срок у нас 10 метров то есть вот здесь посередине вместо стойки мы поставили тоже вот такую стену и вот если смотреть на дальнем фронтоне и вот на этом видите у нас вот такая получается т-образная штучка да то есть хотя бы один метр и вот именно это врезка стену она не дает срубу не срубу а фронтон упасть не то что упасть а даже качаться видите она везде закреплена вот эта стенка перевязана с этой стенкой и она никогда в жизни качаться а здесь у нас даже с двух сторон тут на втором этаже как бы ничего не будет но я не знаю что надо сделать чтобы заставить его шататься сейчас я подойду к тому фронтонов вот видите идет и не шатается в принципе не эта стена ну и соответственно я не знаю как вот ее заставить шататься она вся ну с той стороны наверное было видно я еще потом слезу покажу то есть мы здесь тоже делали как бы можно делать в лапу то есть буквально каждый каждый брус будет перепилен у нас сделано проходящий такой брус то есть вот это допустим видно что проходящий вот этот видно что он заканчивается вот здесь вот так как у нас два нагеля нагеля он все равно никуда не денется то есть что этот что этот что этот тем более нагеля у нас длинные то есть они прошивают три бруса и вот этот хоть он идет всего до той стены сверху он идет длинный вот за счет этого он начинает держаться соответственно и там вот это допустим идет короткая до сюда стыкуется но следующее вот вот это вот тут видно да вот этот не до конца следующее вот это вот она пошла вот туда дальше то есть она здесь нагель здесь нагель здесь нагель то есть вот этот никуда им не деться вот такие фронтоны мы делаем здесь сверху у нас будет три бруса вот ребята забивают это под фронтон чтобы более как бы надо именно высчитать чтобы в одном месте не было разреза ведь вот он достаточно длинный хватает здесь кончается там ну тут как бы у нас везде хватает но все равно стык в одном месте как бы делать не желательно вот вид снизу почему мы делаем три бруса на выпуске 2 первое лежит шестиметровый досюда шестиметровый до сюда видите потом стык идет уже вот там его не хватает и чтобы он держался здесь соответственно будет еще столб вот чтобы он держался он уже стыкуется нагелями вот к этому шестиметровому брусу которая лежит полностью на двух этих самых то есть нижний третий как бы обязательно вот здесь чтобы было крепче тоже 2 и вот как я говорил уже видите мы делаем вот эти сейчас приближу насквозь через один то сделали они короткие но сверху он обязательно стыкуется нагелями нагелями с той стороны все точно так же вот принципе сегодня мы их точно точно закончим вот так видите делают стоечку газобетонном доме обычное каркасное такое соединение и вот здесь видно да вот они пошли целиком с рук достаточно большой фронтона у нас высокие но повторю они даже не на миллиметр не двигаются ни на миллиметр вот настоящие брусовые фронтоны и теперь думаю никто не скажет что брусовые стены шатаются или с ними что-то происходит вот принципе все что я хотел вам рассказать остались какие-то вопросы пишите ли в комментарии или там есть мои контакты можно отправить на ватсап номер 90 90 можно просто позвонить кто хочет заказать строительство тоже обращайтесь с удовольствием сделаем настоящий дом напомню что я живу точно таком таком же брусе это кто бы что не говорил да будет там продувать еще что-то трескаться нам абсолютно все равно этот весь дом идет под обшивку и от большой секрет что он выходит дешевле каркасного но намного эффективнее но в этом принципе в следующем видео